Атлетики на чемпионат Европы. Добро пожаловать в Хорватию, город Сплит, где уже получается третий день, как проходит чемпионат Европы. 30-й по счету у девушек и 96-й раз у мужчин. С вами будут наблюдать за ходом борьбы режиссер трансляции Михаил Риполов и ваши комментаторы Иван Захаревич и Алексей Безбородов. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Мы сразу же включаемся в борьбу в прямом смысле. Велоспорт немножко времени отнял от трансляции, но именно сейчас мы будем наблюдать борьбу за медали этого чемпионата Европы. Три участницы еще имеют зачетные попытки, в том числе и Тима Туриева, представительница России. Она с 97 килограммов начинает рывок. Ну что же, довольно уверенное начало от Тимы Туриевой. Стоит отметить, что одна из самых титулованных выступающих сегодня дам. Я бы даже сказал, самая титулованная на сегодняшнем помосте. Чемпионка мира и Европы. Неоднократная причина. Так, ну и соответственно этой попыткой она возглавила лидерство. Татьяна Алеева на экранах. Вторая представительница России. Татьяна Алеева уже выходила, выполняла свою первую попытку. 95 килограммов зафиксировала. И, в общем-то, этим подходом на 95 она себе гарантировала медаль. Как минимум бронзовую. Но сейчас 98 и попытка обойти Тиму Туриеву. У нее вперед-вперед потащила. К сожалению, валилась на носки и все. Попытка потеряна. Ну, здесь что, просто надо брать и исправлять. По силам абсолютно однозначно. Продолжение следует... 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 И разрешили не участвовать в отборе, сразу готовиться к этому чемпионату Европы. В Хорватии сейчас нет таких сильных тяжелоатлетов на данный момент. Хотя традиции присутствуют. Николай Пешалов. Да, уже вспоминали мы Николая, из первых репортажей. Держи, Тима. Да что ж такое, обидно, обидно. И для меня крайне неожиданно. Всего лишь 97. Да, непривычно мало. Казбек Залоев тоже не понимает в чем дело. Личный тренер. Да, ну и таким образом Тима Туриева у нас остается на втором месте. На третьем. На третьем. Да. Татьяна Алеева на один килограмм ее обошла. Ну и сейчас Ларидана Тома будет отрываться. Пока от второго места у нее отрыв 2 килограмма. От третьего 3. И в случае успеха вот в этой попытке на 104. Ну, преимущество-то будет очень серьезное. 7 килограммов от Тима Туриевой. О, ошибается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великобритании. Нет седьмое место. Катаржина Краска выступала в более легкой весовой категории. И только лишь спортсменка, которая в прошлом году была восьмой, у нас сегодня на помосте. Вот она в рывке. Сейчас показал 90 килограмм на 2 килограмма больше, чем в прошлом году. И на седьмом месте идет. Вот так абсолютно поменялся состав. Но осталось только сказать, что это девушка из Финляндии, а не Виоки. Да, кардинально поменялся состав. Нет, не удается Елене сделать отрыв. И мы вправе ожидать вполне себе ровной борьбы. Без каких-то заделов. Плотность результатов очень-очень серьезная. Получается у нас первое место 100. Второе 98, третье 97, четвертое 96. На пятом месте у нас спортсменка из группы B. 92 килограмма. Ирена Мартинес из Испании. Ну и, в общем-то, первая тройка девушек для второго упражнения по 120 заказали. Все три. Перед вами текущее расположение сил. Ну а мы уходим на небольшой перерыв. Ну что же, дорогие друзья, возвращаемся в Хорватию, город Сплит. Где заканчивается перерыв между упражнениями. Татьяна Алеева на наших экранах. Только начинает свою разминку, по всей видимости. Но оно и верно. 120 килограммов для первой попытки заявила Татьяна Алеева. Так же, как лидер после рывка Ларидана Тома и Тима Туриева. Три девушки пожелали со 120 стартануть. Ну а вес штанги на данный момент даже меньше, чем показали результат в рывке. Да, ну весовая категория, как мы уже говорили, отличается по привычному составу от прошлого года. Новые лица, хотя в общем-то лидеры, которые сегодня показали результаты, но они и есть лидеры. Девушки сильные. Просто в прошлом году их не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну нет, перезаявили сразу на 105 финские тренеры. И перед нами девушка из Украины. Таким вот образом Мария Тимачук справляется с весом 105 килограммов. После рывка Мария находится на шестой позиции. 92 килограмма был рывок и набирает 197 килограммов. И пока что вторая сумма. Кстати говоря, помимо вот этих восьми участниц, что у нас на помосте, нужно поглядывать и на спортсменку из группы Б. Потому что вчера такая была мини-сенсация, как мы всегда называем, когда это регулярно происходит, когда спортсмены из группы Б удается пробиться на подиум. Вот вчера в категории до 58 килограммов именно это и произошло. Ну а сегодня 90... Так, сейчас, секундочку, посмотрим более точно. 95 килограммов подняла спортсменка из Испании Ирена Мартинес. И за счет этого пятой стала. Ну что же, вторая попытка Олескини, она в случае успеха личный рекорд. Неплохо на грудь, очень легко. Надо толкать. Ай-яй-яй. Одна ручка поигрывает, но фиксирует весной головой. Сара, и что говорят нам судьи? Ах, судьи говорят нам ничего хорошего. Надо еще раза попробовать. Ну почему бы и нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова предельно собрана сара лески нин 23-летняя девушка из финляндии на кстати личный рекорд сейчас установлен 103 на как как когда-то в декабре месяце пока что мы не установлен стоит немало на штанге установлен чуть потяжелее чем в предыдущий раз боюсь что но здесь я думаю что уже придраться будет деваться не туда надо засчитывать все четко есть поздравляем с личным рекордом ну так сумма разумно 4 килограмма лучшего да да давай то дебя сарадой сэй брэк лиски по мария тимащук у нас готовится выходить на помост мария тимащук украина вот она случае успеха 201 наберет мария и выйдет в лидеры сумме двух упражнений четко да приятное впечатление оставляет в юниорском ворвести еще находится мария тимащук 99 года рождения в августе месяце 18 лет только исполнится на юниорском первенстве вайлате было 5 106 тогда толкнула и сумме 5 5 было на юниорском и на юниорском и лурина хулпан из румынии 2 румынская спортсменка в этом потоке она кстати говоря 4 было после рывка 96 килограммов и покорились ну начинает утра новата немного для того чтобы побороться за медали в сумме та самая девушка о которой мы вспоминали единственная из всех выступавший в группе сильнейших в прошлом году на европе в норвегии во фьерда они у ахиоки финляндия ловато для первой попытки у ю ю ю м влезла сомнения у меня а нет все-таки засчитали так отпрыгивает далеко практически на на полметра назад при взятии на грудь 28 лет они последний свежий старт олимпийские игры рио-де-жанейро 85 в первом упражнении и 107 во втором итоговая сумма 10 192 килограмма так что здесь у нас жюри все-таки вмешается в решении судей ну вот знаете на заметном повторе на грани ну так показал что не было ошибки ну ждем когда же у нас как повторы будут наверное до введены тяжелоатлетики потому что у жюри повторов нет и они в общем-то ориентируются только на подход живой скажем так да по всей видимости отменили ну лист нику влад подошел успокоить все внезапно вспыхнувший пожар я не ошибся по моему это был он болельщики финской команды количестве трех человек хош по крайней мере очень сильно но с флагом финским ну кстати говоря опять же если обращать взор на статистику они нигде 111 она не показывала ни разу а тут вот она решила и начать нет это не нику влад я прошу прощения получше но я думаю что раскачка все-таки небольшая есть грифа на может быть к этому придрались первом подходе на этот раз не стали придираться судьи и у они остается еще одна попыточка сара дэвис первое появление во втором упражнении в рывке сара дэвис на восьмом месте финишировала 90 килограммов лет пять назад удивился бы увидев великобританию в группе сильнейших на европе сейчас уже довольно привычно это все выглядит чаще и чаще это происходит поправилась ой как хорошо с груди молодец прошлом году на европе вам поступая в категории ниже сара дэвис в этом упражнении показала 106 до пятидесяти восьми килограммов а мария тимошюк третий подход заключительный самая молодая участница как сказал алексей но заглядывая в таблицу рекордов этой возрастной группы в этом упражнении сто двадцать восемь килограммов принадлежит он на россиянке смотри к ситуации до колен не дотащила дотащила бросила ушла тренеры послали просто вытолкали иди поднимай так интересный момент призывает успокоиться давай мария 114 поднимала не хочет здесь можно оставить без комментариев флорина хупан 114 килограммов ух юста не то 125 толкало в категории тяжелым до флорина спустилась с более высоких килограммах ну имеется ввиду конечно же собственного тела вес ну и в общем то неплохие килограммы для европейского помоста 114 становится первой парина суммой 210 а него мелкий фирман из такси ну что же сара дэвис второй выход на помост 24 летний великобританки неплохо молодец хорошо чувствует вторую фазу толчки да но тем не менее интересная статистика она за всю свою спортивную карьеру ни разу на три подхода во втором упражнении работала и мало того 2015 года ни разу на два подхода не работала вот прорвало 2017 уже можно назвать выступление успешным по сравнению с прошлой европы уже плюс 9 килограммов но это при смене весовой категории ну что же заканчивает свои сегодняшние соревнования они виоки третья попытка те же 115 они 116 нет но тяжеловато тяжеловато было видно в самом начале в принципе уже на 111 что близко к своим максимальным показателям уже в первую попытку заканчиваем 201 сумма четвертая ваня с этого пока что сара дэвис две попытки нас остались до выхода лидеров лурина хулпан из румынии 116 пока у нее заявлено и сара дэвис ну хулпан пока что оставляет очень приятное впечатление напомним рывок не совсем видели вот в толчке она работает хорошо особенно с груди да здесь вообще без вопросов отлично ну и закрепляется можно сказать на пока что первом месте но по факту 4 4 ну если не произойдет что-то поэтому важно сейчас сара дэвис скорее всего на 117 будет подходить потому что по сумме претендовать на первое место и будет тяжеловато нужно 120 толкать вот так вот сразу 118 в случае успеха 208 наберет сумму не первый раз протолкается лично может быть ух неплохо попала в отдачу а вот здесь зря потерпи ах молодчина на улице наконец-то на улице как раз ему объяснить пожалуйста да испортили но только если раскачка была потому что с нажимом там я на ничего похожего его вроде бы почему очень обидно да давай смотреть на грудь на грудь вообще идеально получилось так ну здесь на этих повторах не видно абсолютно ничего его зафиксировала жюри все таки засчитала ну слава богу очень редкий случай на самом деле обычно жюри отменяют решение судей в пользу неудачных попыток а здесь наоборот ну вот интересно чем руководствовались судьи когда они засчитывали такой подход ну что же дождались на помосте начинают появляться лидеры а алиева российская федерация первая попытка все те же 120 молодец очень четко и вне всякого сомнения просматривается очень неплохой запас сразу же ларидана тома 121 тима туриева 121 но это новые правила уже 120 в общем-то ничего не дают тима туриева первое появление на помосте 121 килограмм держать 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 надо обязательно дать зачет команде и самой себе в общем-то забронировать медаль ну а дальше уже будет видно так а ларидана тома что же 20 122 ларидана тома нет 121 он татьяна алиева приготовить айстекс лифта а а а а а а ларидан тома в случае успеха выйдет на первое место в сумме но в толчке будет 2 на всех обойдет интересная такая поочередность складывается до до первой ошибки пока что все будет так и выгибать угол легко на вкус о ее и как же корявенько с груди да до шаг в какой-то да и так вот она швырнула по мост и я думаю почувствовала что не настолько легкая штанга пока она вторая в толчке ларидана тома у нас имеет лучший результат в этом упражнении 100 что это имело лучше за 118 килограммов в далеком 2013 году и лечка и 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 место румынская спортсменка ну что же началась чехарда или череда перезагрузок видели мы когда он встречаются такие примерно равные соперники здесь конечно то что начинает происходить на ну а ливерской кухне на столе заявок это вообще него невообразимое что аллеевый 26 нужно идти тогда она будет по сумме румынку обходить тиме туриевой в общем то тоже но получается сейчас попытка выйти в лидеры во втором упражнении в толчке и в общем сумму набрать 222 тоже первое да да действительно все верно попытка отобрать лидерство у румынки ай-яй-яй опять вот же держи таня так ну здесь что скажут судьи судя нехорошо все поигрывали конечно же это было видно локтевые суставы при фиксировании снаряда над головой виной всему я так думаю неудачно и таки взяла на груз в первую очередь святания штанга как-то болтанула в седе а тут уже смотрите-ка тима туриева могла бы тоже идти на и 125 получается нужно с этим утрим и 218 ей нужно 222 набрать на 4 килограмм больше до 125 но в чем заявлено 126 на 125 мы слышим заявку ведущего соревнований поход по всей видимости тренера идут ва случая с таней аллеевой ну если вспомнить подход в рывке где также она немножко завалилась вперед 2 до 3 была очень удачной то и здесь в целом тоже неудачное взятие на грудь привело к тому что вторая фаза значительно тяжело пошла чем обычно ну в общем то как бы может быть странно не прозвучало сейчас моя фраза но медальные в общем-то планы наверняка уже сочтены так скажем у их наличии по крайней мере но надо попытаться ларидан оттама неубедительно выглядела по сервису на роде при работе на грудь и все убедительней ну и получается как что перезаявка на килограмма она немного выиграла время да ну и заставляет ларидан оттама также идти на больший вес получше держать с молодец здесь без вот это уже серьезно жалко конечно не осталось попыток у татьяны аллеевой но двести двадцать три есть тима рево сто двадцать шесть сагана тэн второй конечно же до ста тридцати что были на кубке россии чуть-чуть не добралась таня но в целом можно считать выступление татьяны очень даже неплохим да не добрала она не потому что подошла там допустим в какой-то не в самой лучшей форме а именно просто вот волнение не позволило на сто процентов реализоваться за счет 2 2 попыток ларидана тома если сейчас ларидана толкая 126 она на первое место выходит и после этого только тима туриева может каким-то образом повлиять на итоговую расстановку тима пока что высиживается 126 также заявлено но не исключено что после этой попытки может измениться хотя она вряд ли случае неудачи я думаю будет попытка на 126 но фиале его так похоже в втором подходе протолкала году здесь конечно более чисто получилось чем первая попытка да да так но получается что туриева в данный момент находится на третьей позиции да пока что в этой попытке туриева будет пытаться обойти свою коллегу по команде они лирички выйти на первое место аю моя и Перезаявляют на килограмм больше Тима Туриева. По всей видимости, этот килограмм пока что кроме времени ничего не дает. Таблица промежуточная, Татьяна Леева на втором месте, Ларидан Тома на первом, Тима Туриева пока третья. Тима Туриева, Рашен Падрэйш. Ну что ж, попытка взять медаль, золотую. Толчки. Стой. Поборись. Нет, под копирочку. Даже попытки зафиксировать над головой не получилось. Да, и можем поздравлять румынскую команду с золотой медалью чемпионата Европы. Тима Туриева остается на третьем месте по сумме. Ну и, в общем-то, по упражнениям тоже. Да. С одинаковыми комплектами медалей уедут все именно три призера. Золото собрала румынская спортсменка Ларидана Тома, Татьяна Алеева. Все серебряные медали и Тима Туриева бронзовые. Ну и так, в завершении, на всякий случай, 130. 130. Ну, на грудь-то уж точно затащат. Тут гадалки не ходят. Ну, как же так вот. Да. Перетрудилась при взятии на грозь. Ну, возможно, немного испугалась. Ух уж это женская психология загадочная. Да. Ну, а радость уже здесь. Да. Сошла с помостом. Я думаю, вдвойне приятно завоевать золото, когда выступает чемпионка мира в этой категории, чемпионка Европы. И, конечно же, Ларидана Тома, она не рассматривалась как основной претендент на медаль. Хотя, конечно же, мы поглядем, что она девушка сильная. В этой маглатурской кабинке точно. И итоги на ваших экранах толчка и чуть позже суммы. На экранах, в общем-то, она и стала чемпионкой Европы сегодня в этой весовой категории. Результат 100, 126, 226 итоговая сумма, 223 Татьяна Алеева, второе место Россия. 218 Тима Туриева, ну, конечно, далековато до 263, показанных в Грозном, ну, или хотя бы 248 Хьюстона. Ну, не в форме, да, понимаем причины и, в общем-то, конечно, расстроены, но понимаем, что наберет Тима Туриева и равных ей не будет.